ПРОГРАММА ИЗ ГЛУБИНЫ ПРОГРАММА Все оторвали черепки, все эти. Прицеп ломали. Привет, Сама! Сейчас мы находимся на территории винезавода, где проходит выставка Выставка пан-культура, король и шут На винзаводе очень интересно Тут много всяких объектов Много галереи разных И вот в одном из помещений проходит такая интересная выставка Тут если смотреть снизу, тут какая-то надпись Будьте там кем-то, в общем, как-то Будьте свободным, наверное Ну так как Князь продюсером был в выставке И как бы стоят такие персонажи Вот В общем, здесь мы попадаем В начало выставки, где висят фотографии рок-кумиров И здесь просто надо кружиться в ихне славе Вот это такой своеобразный магазин секса Ханек наверняка здесь кружился Он не был даже Да он даже не хочет никуда идти Нет, я его приглашала В общем, Грунгильда говорит, что его приглашала А он не уходит Ну он что-то взглянился Да-да Ну тут, как мы полагаем, оригинальные вещи От Инген Вестов как бы висят Которые как бы были Собраны в Лондоне Вот Такая вещь Вот еще вот здесь Здесь еще вот Такие вот майки Вот такая майка такая Трансформер Как бы известная По клипам А это Джонни Ротман, да? Ну, что-то такое, да У него что-то такое подобное было на нем Вот Потом такая майка есть Вот Такие майки Вот Еще даже на манекене На манекене одето А вот здесь везде платье Платье от Ведения Вестов как бы, да Ага И чулки тоже Чулки тоже от Ведения Вестов И остальные там майки всякие Ну, это такой как бы Своебразный магазин Секс как бы Можно и купить? К сожалению, нет Я тоже думал, что можно будет купить Как бы, а оказалось, что нет Вот Тут мы уже заходим в такой познавательный Где читать надо все, в общем А читать нам лень, конечно Я примерно все это фотографировал Чтобы потом читать Прочитал потом? Очень много Не, очень много читать Смотри, какая стена С текстом Это прям ужас какой-то Ну, вот это интересная как бы Схема Развития Панка как бы В разные стороны Ты согласен с этой схемой? Ну, немножко, да Много Это добавлены группы Которые можно даже послушать Чтобы понять Вот как бы Разделение И потом Какие группы Какой стиль играли Как бы вот Там Black Flag, например Такой американский хардкор Да Вот Вернее, смотри Нет, ну это скорее всего Скорее из регги пошел Ска и из панка Ну так вот Да, да, да Это, я так понимаю Не что из чего пошло А просто связь Ну связь, наверное, да Как бы Ну как бы Из классического панка Все равно пошло Как бы так Я даже вот Электриклэш Как бы много слушал И тут В том числе Группа Питчис Как бы Такая хорошая группа Ну много групп Из Электриклэша Не указаны даже Ни капельки Возможно, что Артпанк Это Группа, которая Ну Визуальная составляющая У них основная Ну может быть, да Может быть По видео По визуальному Как бы Да, да По визуальному Да, да, да Сик-сик-спатник Вот есть Интересно А вот Кстати Тут вот Мы заходим Как бы В туалет Клуба Сиби Джиби Это как бы В Нью-Йорке Клуб такой был Или есть он Не знаю точно Я там ни разу не был Конечно Но благодаря этой выставке Я побывал в туалете Где, видимо Можно помыть руки А также можно Пописать Покакать Как бы Все есть Все пожалуйста Не знаю Можно ли покакать На высовке Ну тебе можно Ну Туалет довольно-то Грязный Уборщица Точно не убирается Ну самое главное Напрягает Что все читать надо Много читать Надо очень А сейчас мы заходим Как бы Советский панк Советский панк Да Самый главный В мире Как бы Где, кстати Хэнк присутствует Как бы В виде Огромной фотографии Так Вот это Уже можно про одежду Что-то сказать Ну да Это вот Такая одежда Ну как бы Сказать Типичного панка Того времени Как бы так Чуть-чуть Заклепочек Потому что Дефицит был Какой-то Явный Рокест Там Для шоу Иногда панки Там Противогазы Одевали Вот так вот Ну да И тут Представлены Практически Это Знакомые Да И Люди Которые играли Панк И которые Ходили на панк Концерты Ну да И тут Ну как бы Тусовались Да Тут И Алан Да Морго Гарри Чей туфля Мое Вот тут О, видал Что они сделали Сейчас прибегут Охрана Вот Вот они Что сделали И как Это ухлечает Никак Сейчас охрана прибежит О, круто Это кстати К тому Что Курточку У князя Украли И вот поэтому На каждый объект Сигнализация Наверное Отлично Да Отлично Супер О, это хорошо Тут В виде манекенов Как бы Присутствует Панк Алан И Марго Вот они На фотографии Присутствуют здесь Вот это Алан Это Марго Как бы Бастер Решил их В таком Виде Выставить Это мало Кто знает Потому что Нигде Об этом Толком Не написано Или может Написано Но неизвестно Где читать Как бы Это Ну Может быть Да Ну Я просто Говорю про то Что Читать Не хочется Читать Ходить Читать Хочется Смотреть Ну так Чей туфля В конце концов Чей охранника Туфля Охранник Он же прибежал Да Вот это Да Видишь Как это Полезно Вот Здесь указан Здесь всякие Самозатовские журналы В общем Литература Самозатовская Подпольная Кто принес Ну Принес Бастер Как бы Самая Бастер Собиратель Ну да Да Он все собрал У меня У меня тоже Вот такой красный журнал Есть Оранжевый Вот Какой-то из Урлайтов У меня есть Точно черно-белый Вот не знаю Какой только Не помню Где-то лежит Какие-то еще Там у меня есть Ну Точно говоря Не помню Они лежат Как бы Кто их выпускал Разные люди В разных городах Как бы Сейчас как бы Неизвестно Ну на мой взгляд Это одна из Самых интересных Витрин Потому что Вот эти журналы Мало у кого есть Мало у кого остались И соответственно Кассеты тоже Мало у кого остались И поэтому Я считаю Что вот эта Витрина Заслуживает Такого Пристального Внимания Да Жаль что Можно Не Можно прочитать Вот Да Ну неудобно Конечно все читать Но можно прочитать Как каждый журнал Называется Ну так это лень Читать все Конечно Нет Но все равно Я вот тут Зависла Например Вот на этой Витрине Потому что Действительно Это очень редкие Здания Ну да Редкие Согласен Которые сейчас Мало где найдешь И очень жаль Что Фотографии Или частично Внутри Все что там Внутри Не представлено На выставке Очень жаль Потому что Хочется же Полистать Такие журналы Потому что Ты где-то Их полистаешь Да Получается Хорошая идея Это оцифровать И выложить Качественные Приложения Хотя бы Оцифровать Приложения Для телефона Можно как бы Все полистать Вот Там что Вот например Да Вот Вот этот журнал Ну Где-то его Вообще Самоиздаторские Осколки Да Или Самоиздаторский Журнал Сибирская язва Где вот В Москве Ты его Вряд ли Где найдешь Орлайт Опять же Да Вот этот Достаточно Большой журнал Да У них много Выходило номеров Прямо Это вот Супер Вообще Стенд Ну еще хочу Показать оформление Стенда Как бы Тут как бы Снаружи Советскими газетами Так все Сделано А как бы А внутри Как бы Самодатская Литература Как бы Вот Ну и тут То же самое Продолжение Этого же стенда Вот Тоже все Самодатовское И так далее Ну уже больше Как бы здесь Вот уже Давай-давай Это Роколаборатория Ну тоже все равно Своеобразный Такой Самодатов Немножко конечно Комсомольский Такой Ну тут Явно представлено Совсем раннее Ну это раннее Железных маршей Тут пока что Ну да Маршей нет Здесь конечно Ну просто Железный марш Это не совсем Панковское Издание Ну да Это же больше Металлическое Металлическое Да Ну а здесь Фотографии Здесь как бы Вокат Вот Фильм Которым Мы снимались Вот В частности Снимался Миша Бастер Мы с Юлей Снимались И Хэнк Чудо-юдо В полном составе Снималось Ну этот как бы Стенд Представлен Вообще фильмами Потому что еще Легко ли быть Молодым Фильм Тоже такой известный Как бы того времени Там Про ригу А вот про эту Веченку вам Что известно вообще Она же не тусовщица Она актриса Нет она актриса Изначально В этом фильме Я предлагала Дежиссеру Снять Оксану Авария В общем была такая Корозе лица вернее Не авария Корозе лица Оксана И она была В общем фактически Прототипом Да Вот этой аварии Которая в фильме Но получилось так Что режиссер сказал Что он не надеется На На ее поведение Да на ее поведение И вообще Так как человек В общем неформальный Да он может не сыграть Так как нужно режиссеру Потом я предлагала Сделать концовку Не такую Поучительную Но поучительную В другом смысле Да Например Сделать концовку Не позитивную Потому что Такие люди Действительно Долго не живут С таким образом Жизни Вот прототип Да Стопроцентный Но нет Они сделали Позитивную Да Такую концовку И поэтому Ну актриса Неплохо справилась Ну хотя она так Попаялась Несколько фанков И всяких Таких неформалов И когда мы пришли На презентацию Такого фильма Она так Стеснялась Потому что Она действительно Была не неформальная Ну да Она цивильная девушка Она вышла замуж За Баню Хлобыстина И родила ему Много детей Да И сейчас Да Уверовала Да И стала такой Матушкой Ну не знаю Что сейчас Наверное Снимается Какой-то Ну или дом Детей воспитывает Так А тут Значит курточка Это курточка Как бы из собрания Петлюры Как бы Такого Как бы сказать Классического панка Советского Вот Рядом Висит гитара Гитариста Из группы Эст Гернеза Как бы Самая Там же сзади Вот плакат Самой группы Тут вот как бы Фотография С проходки Жанна Сагадеева 80-го года Какой там фестиваль Фестиваль надежд Это Это рок-лаборатория Устраивала Такий фестиваль надежд Каждый год Как бы Когда новые группы Туда приходили В рок-лабораторию Московскую И деньги платили Ну платили Конечно Бывало такое Ну казалось бы Какое отношение Да Группа Эст Относится К панкам Чему она относится К панкам Но она относится Не совсем к панкам А скорее К панканархии Вот этот образ жизни Вот это принятие Анархии Как образа жизни Да Вот наверное Это такое Вот более близкое Более близкое Плюс Жан еще был Моим другом был И мы как бы Вместе дружили И жили в одном дворе Как бы То есть как бы Жан Ну как бы Его друзья даже Там группа Анчи Это же тоже панки Такие как бы То есть он с ними Все дружил Как бы В то время Все переплетено Было как бы Не было такого Различия Как сейчас Например Что металлисты Это металлисты А панки Это панки Сейчас наверное Уже металлистов Особо нету Ну так Ну дальше Вот здесь Вот кстати Плакат На плакате На плакате Донни Смирнова Не знаю Вот что Вы ее знаете Она Раньше Участвовала В шоу Группы Тупые Вот А сейчас Она Я так понимаю Замужем за Чубайсом О я не знаю Кто это Да Ну во всяком Кто это была А в Доте Смирнов Да Вот Это вот она В молодости А это моя подруга Юля Это Такие съемки В общем-то А что написано там У нее Ну просто написано Юля В 88-й год Даже не написали Локомотив Не написали Локомотив Хотя это вот Да У нее было Такое прозвище Когда Это В общем-то С моей подачей Потому что у нее Прическа была Как дым от паровоза Ну мы тогда Делали такие начесы И у нас Были выбриты виски Вот А такая прическа Как паровозный дым Даже Это не совсем Десятых годов Купленная за 100 советских рублей На которой Кузьма Поменял один из звучков На советский Егор играл на ней Сольные концерты 90-х Ну что там Да Это все Дары Ну возможно Возможно Но Не факт Тут не видно Катушка Гражданской обороны Я свои все катушки Вместе с монитофоном Там продал Одному своему другу У меня там Были записи Лаверского Которые мне сам Лаверский записывал И потом записывал Даже своей рукой Название там Писен как бы Ну копию сделал Ну как бы да Это же Ну сам Лаверский Как мне переписывал Несколько катушек Переписывал А мы как-то на чистых пудах Нашли катушки С какими-то демозаписями Машины времени Ооо На помойке нашли Ну Ну правда мы их не стали Ну скорее всего Это тоже были какие-нибудь На перезаписи Естественно Наверное Потому что раньше Перезаписывали все Ну тоже Мы тогда были максималистами Машина времени На там читалась Ну типа того Ну так бы Могли бы катушки Все эти занятия Даже местом Какой-нибудь выставки Запросто Ну для нас В общем-то Гражданская оборона Ну да Такой группой Которую мы не слушали Ну да Я не особо слушал Гражданская оборона Честно говоря А вот здесь кстати Петя Мамонов Который участвовал Вот в панковских концертах Да Как ни странно Но вот во всех солянках Практически его можно было увидеть И здесь он Таким накрашенным ртом Как у Мэрилина Мэнсона Вообще он здесь очень на него похож Мне кажется А вот кстати фотография Да Здесь фотография Леши Уксуса Которые на обложке Как раз Книги Книги типа панки Здесь 88 год А чем он прославился? У него была своя группа Уксус-бэнд Уксус-бэнд И в общем-то он музыкант И до сих пор он делает музыку Ну в таком уже электронном виде Многие музыканты перешли на Компьютер Электронное звучание Ну собственно Как бы Он до сих пор в Москве живет Здесь Звонит нам Он иногда приезжает Вот здесь мы видим Обложку Журнала Норус Это как бы Издание Издание Эстонского Комсомольского журнала В общем Как бы 87-го года журнал Как бы на обложке Лидер группы Ютумкая Виллутами Как бы Вот Эту группу я конечно Очень люблю И дружу с ними Как бы Ну до сих пор в принципе Ездил же Даже вот Как бы Несколько лет назад В Эстонию И встречался там С Вилл Он до сих пор играет Как бы И музыканты все были В общем довольны Что я приехал То есть Я-то Тогда не был там В Эстонии уже 25 лет И так вот Неожиданно приехал На два дня Они так в общем Были обрадованы Вот А сейчас мы заходим Тоже Самое Это Восознанная Как бы студия Летова В Новосибирске Скорее всего Вот Где-то там Не знаю Далеко на севере Где они как бы Репетировали Восознанная По фотографиям Как бы вот так Я понимаю Что Ну вот здесь Есть кстати Фотография Да Самой его Судии Возможно Возможно По ней Как бы Ее восстанавливали Кстати Фотографии Не было до этого Ну да Это и не было Надписью Вот этой Тут экспозиция Расширяется Да Да Всевозможные Тоже Тут Питерские Как бы Питерские Люди Всякие Это Представлены Потом Клуб Джерри Рубина Представлен Как бы Тут Группа Химера Светлана Ильича Ненова Как бы Вот Ир Вот Ольна Фотография Севастополя Которая Собственно Вот Про что Я тебе Говорила Это Из домашнего Моего Архива Фот Понимаешь Вот просто Где Бордодима Да Спасибо Миша Да Ну вот Про Свету Яльича Ненова Я думаю Надо Отдельно Сказать Да Клуб Джерри Рубина Организатор Организатор Да И Концертов И Всяких Мероприятий Панковских И Молодой Группы Именно там Начинали И Света Очень Прям Помогла Им Как бы Концертами И С пусовками И Выстраивали Выставки Они И Жабер Допустим Я там Работал Я работал Там С самого начала И клуб Как бы Демонстрировал Моими руками Сделан Видео Там Да Были Прям Так Запоминающиеся Потому что Панки Прям Стекались Туда Именно В клуб Джерри Рубина И Они Очень Много Реально Сделали Для Того Чтобы Это Фанк Движение Развилось Развилось Наоборот Развилось И В общем Жабер Там С самого Начала Они Все Это Строили И В принципе Группа Пургена Оттуда И Вылезла Как бы Первый Такой Концерт Запоминающийся Группы Был Именно Джерри Рубина В клубе Как бы Этот клуб До сих пор Существует Да Существует Но правда В таком Уже И Кстати Большое Спасибо Ване Дио Который Привез Много Плакатов И Информации И Всевозможных Материалов Для Реоставки Это Прям Очень Ценно Потому что Цветы Уже Нет Да А Память Все равно Все Помнят И И Память Вот Они Жива До сих Пор Этому Человеку Можно сказать Огромное Спасибо Штанишки Да Тут мы видим Куртку И штанишки Руслана Из группы Пурген И маечка Тоже К сожалению Здесь Не подписано Трогать нельзя Теперь Наверное Запищит Наверное Что-нибудь Да Честно говоря Этот костюм Должен Был Быть Представлен В нашем Зале Но Так как Я привезла Его поздно Уже И Мы Манекена Не хватило Не хватило Манекена И решили Представить Его здесь И среди Фотографий Собственно С друзьями Пургена Вот Здесь Жабер И Хэнк Это вот Я их снимала В Перов Еще на самой Там такой Заре Вот это Просто были Такие Дружеские Фотографии Которые До сих пор Сохранились И Попали в историю Как говорится Ну а здесь Большая Фотография Такая Известная Известная Из-за книжки Из-за книжки Да Из-за афиши Афиши А мы Я не знаю Афиши А ну Все равно Это связано С Хулиганами 80-х Больше таких Хулиганов Сказать Отдельно Потому что Это был Тоже Определенный Прям Определенный Пласт Может быть Не совсем Панковской Панк-культур Но это Можно так Назвать Потому что Тот образ Жизни Которые Вели Музыканты Художники Он как Правило Был Такой Сквоты Да Всевозможные Такие Перформансы Петлюра В частности Организовывал Многих Уже Нету Живых Кто На этих Фотографиях Но На самом Деле Это было Прям Очень Запоминающееся Осталось Прям Такие Остались Воспоминания Об этом Еще С Петровского Еще Вот эти Вот Петровский Бульвар Да На Петровском Бульваре Проходили Вот эти Шоу Представления Да Такие Тусовки Тут мы Видим Паню Броню Как бы На фотографии Там И вон там Еще Самая Ее можно Прям Назвать Такой Бабушкой Не Ну Она же Выиграла Конкурс В Англии Да Мисс Фрикшоу Или как-то Ну что-то Такой Да Она Да Уже в таком возрасте Да Да В общем Как бы Была таким Ярким Представителем Движения Ну и здесь Немного Там Тогда Зараздавшиеся В 80-х Такой Татуировки Когда еще Совсем Да Вот этих Людей Еще Может быть Это Они еще Так Только Начинали Били себе Все подряд Татуировки Имели Вот такой Вот вид Странный Ну да Ну вот Как у меня Например на мизинце Непонятно что Вот Просто Можно было Да Взять машинку И что-то там Да А эти фотографии Чирик Какого-то на паспорт Того времени Да Вот Человек В таком виде Да На паспорт О Смотри Девушка подошла И что-то запищала Да А вот здесь еще Говорю Пургеновская одежда Нельзя трогать теперь Да Да Ну она не подписана Кстати что-то Пургеновская Курбка А почему Вот написано Типеточка маленькая Да Вот написано Чего-то Да Но Я просила сделать Такой большой Да Потому что Ну нет манекена Ну понятно Да Ну что Так вот Здесь еще Да там видео показывают Просто Там ничего такого Здесь зал с видео Ну там Это видео показывает От руко-лаборатории Так Ну здесь продолжается Ну тут Такое уже информационное Информационное Читать надо стоять Да Хорошо что она сделана Ну хоть еще Такое художественное Сделано Угу Но она там Появилась не сразу Как бы А потом постепенно Как выставка шла Угу Ну в общем Мама анархия Да Тут видишь Вот такая В стиле Прямо этого Сейчас мы заходим В зал Нет Так называемый Тук-тук-тук Да Это Такое Более Не скучение Что случилось-то Вот который прямо стоит Там у него есть Прическа Да там Оборванное что-то Это не оборванное Это Два Да я же Это моя одежда Я же знаю Я что-то не пойму Был бы Был же нормально У него прическа У него прическа Кто оторвал-то Кто оторвал-то Я потом конечно Посмотрю По фотографиям Дома Но у меня же Все фотографировано Что случилось-то А так и нету Так и нету Нету прически Так это ерунда Какая-то Что осталось Прямо оторвались Большая была Вы что Конечно Такая прям была Ну я вот прям Сразу увидел Я вот буквально Оно было Почти вот такое В прошлом месте Какой у тебя синий Ну да Вот примерно Такой прям Высокая была Ну побольше Ну что это такое Кого-то Кто-то его объел Прям Ну я посмотрю По фотографиям Ну Просто я смотрю У вас там везде Уже пикает Так и здесь И тоже же сделали О Интересно Смотри-смотри Снимай О Ничего себе Даже на расстоянии уже С той стороны То же самое Обалдеть Вот это вот С той стороны Вот Периметр полностью Огород Вот видите как Вот это и нужно было Из-за начала сделать Было нормально все Может нас глючит Да нет Вот Он был больше Его же не видно Да Он был Он какой-то Да какой-то он Непонятно Я и говорю Знаешь что думаю Вот если пересесть Мы просто Посмотрим Да он же не мог Упасть Что это такое Вот такое же Такое же Да ладно Я еще посмотрю Возможно Возможно И надо С пылесосом Сходим Потому что они обещали Нам пылесосить Иногда Да Мы там говорим Что будут пылесосить Может быть Они когда пылесосили Может чем-нибудь сбили Не просто какой-то там фейк Ну да да Купленные 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 Да ради выставки Части да Панк культуры Ну вот как здесь Или идите в жоп Любители искусства То же самое Как бы нет В смысле Нет косности Нет формализму Вот нет агрессии Такой явной Да Вот в нашем понимании А да Свободе Независимости И самовыражении Ну А кто посадил туда Человека Ну вот организаторы Решили что Я кстати почему-нибудь Обратил внимание В начале когда тоже там фигура наверху сидела То же прям я думаю Ооо У меня сидит как бы Как бы там это В моей одежде Персонаж И там тоже сидит такой Ну и кстати до сих пор Да Мы в этой одежде Ходим на панк концерта Почему-то не Ну да Ну вот Тут у меня кстати Вот У меня здесь Так называемый Зимний Зимний Прикид как бы Вот Я вот зимой Примерно так тоже хожу Вот Как Как человек одет Тут можно прочитать Как бы В чем одет Как бы И даже наверное Вот мелкими Что-то написано Что может быть Это моё Ну да Вот как бы Ну и ж Написано из коллекции Хотя это из гардероба Да Скорее Вот Правильно сказать Что это из гардероба Да Столичный гардероб Да Написано что из коллекции Хотя это не коллекция Это реальные наши вещи И в общем Вот Поэтому их и надо Пылесосить Металлистка в чёрном Но это вот Действительно Это больше Может быть даже Не к панкам Да Относится Но я ходила На панк концерты В этих вещах В общем Ничего такого Это всё переплетается Стиле переплетается Я например люблю Как панк Так и Блэк метал Да И трэш И ска И кроссовер Такой вот Панк кроссовер Мне очень нравится Поэтому я хожу До сих пор На концерты Пургена Мне прям Хайф А группа Крэк вам нравится? Я не Я лично был Знаком с ними Даже А он вот Да Знаком был Даже И даже Ихние кассеты Выпускал Аудио Но их сейчас Переездали на пластинках Кстати А да Ничего себе Ну Вокалист Вокалист уже умер давно Как я слышал Ну может и все Да И барабанщик Да В истории Нету Она так осталась В истории Если только послушать Или посмотреть У меня на видео есть На видео Вот можно посмотреть Вспомнить что-то Знаменитые Видео Жабера Которые никто не видел Прямо ППЖ видео Нет Они кстати Выложены в интернете Частично Ну да Чуть-чуть Но они есть И я думаю Можно Коррект не выложен Коррект не выложен Коррект не выложен Не цифрован Еще Пока Ну может быть Да Возможно Все возможно Подойдем до этого У нас еще и пленки валяются Гитлер Кокур Не проявлены Кстати Пленки не проявлены Могут посыпаться Могут посыпаться Ну и пускай Сыпятся Пускай сыпятся Да Значит такова Ихние Штаны Эти из Германии Привез О Это что Монархию Монархию Даже нарисовала Аня Аня Это Гример Самой В сериале Король шут Да и кстати Аня Оформила часть Выставки И там вот даже Есть манекен Вот мы потом Дальше Дойдем до него Раскрашенный Именно Король шут Раскрашенный Именно под горшка Потому что нам Выдали манекены Которые без лиц И она нарисовала Прям реально Такой портрет Гротескный Коршенева Пойдем Да вот сейчас Пойдем Как раз Павильон Короля А это машина Опель В которую можно Вот так сесть И фотографироваться О Ничего не пищит Ничего не пищит Уехать на ней Нельзя Да нельзя уехать на ней Потому что Она без мотора Скорее всего Наша радио Да здесь Наша радио И представлены Всякие афиши В том числе Даже портген есть И дистемпер кстати Единственное Где дистемпер указан Это здесь Единственное здесь Мы были очень Возмущены Да что дистемпера нет Такой группы Хорошей Хорошей группы Которые играли В общем И играют до сих пор И они В общем В таком Малом количестве Представлены На панк выставке Мы возмущены Они же должны Если они до сих пор Существуют И как-то сами Руку приложить Нет Откуда Мы узнали Об этой выставке За две недели До открытия То есть Не было предложения К вам Типа давайте Приносите Нет Мы вообще Узнали Об этой выставке От петлю От нашего Старинного друга И как же Вы получается Предложение Сделали Мы не сделали Это ему предложение Но так как У него не оказалось Достаточного Количества Материалов Для выставки То он предложил Нам И таким образом Мы оказались На этой выставке В общем-то С одной стороны Закономерно С другой стороны Абсолютно Случайно Буквально За Две недели Три недели За открытие выставки Открытие И если бы не вы То что бы здесь было Неизвестно Неизвестно Что бы было Неизвестно Да Ну вот мы Состояли Такое визуальное Я кстати понимаю Что здесь бы было Здесь бы был План Ломоносова Ну нет Мне кажется Просто гора мусора Была бы Например Гора мусора Было бы План Ломоносова Да Ну да Может быть Как-то Может быть Этого залова Вообще не было Или что-то там Да Придумали А сейчас мы переходим В интересный Информационный Как бы Стенд Который Панк вне панка Да Это как бы Представление о том Кто мог до Появления панка Относиться к панку Как бы Ну тут и Маяковский Тут и Только почему Чебурашки нету Чебурашки и Боратины Нет почему-то Чебурашки и Боратины нет И я удивлена Зато кет есть Кет есть Да Что представлен Только Маяковский Почему тут нет Боблерка Например Может тоже Ну да Да Хотя это было Достаточно такое Не Нету Нету Боблерка Да Хотя они ходили Там Разрисованными Лицами Ну да 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 И собственно Это с его По тому времени Это был Панк реальный Оказался Вот в этой Туховке С Левадор-Долина Да С Левадор-Долин Ну не знаю Почему Что-то новенькое Почему тут нет С Левадор-Долин Не кстати Что-то новенькое Смотри Ворона 18 плюс Так а что это Не знаю Я такого не буду Я видел эту арку А этого не было Не было зала Не было зала А вот давайте Пуруру О это король шут Смотри Это король шут Здесь Это король шут Это нас сериал Показывают Это сериал Показывают Там скинхеды Там скинхеды тусовались Раньше Да Это кстати Возможно Протомптал Да Там скинхеды тусовались Они даже Ухудрились снять Такую сцену Насколько я знаю С Секстоном А с Секстоном Да Я видела кусочек А я тоже вспомню С Секстоном Это как мы Непосредственно Это такой клуб в Москве Да Были в Секстоне Ну просто Это конечно Снято так Очень фантастично Это реклама Яндекс.Музыки Ну тут тоже конечно Интересные альбомы Всякие представлены Ну это реклама Яндекс.Музыки Порадовал Порадовал Диск Вот здесь вот Да А Винил За пауки Но Кстати вот А меня порадовал Винил Смотри в оба Смотри В оба странные игры Да Группы странные игры Потому что мне очень нравится Этот альбом Он вообще такой Шизовый Но в целом Получается что это Яндекс.Музыка Здорового человека Ну как бы да Потому что там нет Каких нибудь повсовых То есть Здесь нет никаких Никаких повсовых Самых Команд Да Ну тоже Ну сейчас мы Сейчас мы плавно Переходим На продолжение осмотра Только нельзя Самое Здравствуйте Продолжение Да Мы уже Знаем Конечно Спасибо Повеселили у нас Повеселили у нас девушки Мерч работников Мерч работников У которых написано Спроси меня о панке Я думаю что эти футболки После Отключения выставки Будут стоить Их нету Их нету Да Их нету Нигде Даже там Внизу магазин А таких там нету Майк Кстати Хотела спросить Как раз О панке Вы знаете Какие-то Панковские группы На какие-нибудь Панковские группы Пойдите В целом С панком Обще познакомилась Благодаря этой выставке А вот только Ну правда да Меня заинтересовала Прекрасная субкультура Конечно Как и все Субкультура Очень Многослойная То есть А как вас зовут Софья Меня зовут Софья Приятно Вот поэтому В целом Интересная выставка И мне кажется Чтобы познакомиться Как раз таки Кентазам Очень Очень Ну на панк Концертов вы не были Ни на одном Да? Нет еще ни разу Сходите Рекомендуем Ладно Спасибо Спасибо Сейчас в общем В зал Группы Король и шут Там очень огромный зал И тоже большая история Но уже Я мало могу рассказать Про король и шут Чего-то Потому что я Там не очень Ее слушаю И не очень интересуюсь Историей группы Да Небольшие поклонники Хотя я была На их концерте И в живую Они мне очень понравились Кстати Тут тоже Кстати Оформлено в гардеробе Все в стиле панк Как бы Всякие такие наклейки На зеркалах Тут всякие Вот это Булавки Бритвы Всякие Кстати бритвы Сейчас продаются Да Такие На цепочках Ну как бы Никто толком не понимает Что это К панк аксессуарам Как бы Относится Здрасте Опять же Спроси меня Спроси меня Спроси меня Спроси Тут всякие Дембельский альбом Князева Он видимо служил В каких-то войсках Листать нельзя Нельзя Даже Листать нельзя И нет фотографий Из него Может быть Вот эти фотографии Скорее всего Они и есть Да Потому что Скорее всего Оттуда Ну вот Кстати Это грамотно Сделали Не просто альбом А то что Здесь есть еще И Какие-то фотографии Да То что внутри Ну то что Какие-то детские фотографии Там видимо Тут интервью Надо наушников Слушать Ну интересное интервью Я его слушал Как бы А смотри Жилетка что ли вернулась Жилетка вернулась Наверное Вон Видишь Она стоит Жилетка Привет Жилетку вернули Да Я вижу Отлично Тут вот Жилетки князя Концертные И одна из них Которые вот Пытались украсть Как бы Вот это да И такой Смешной факт Что Эту жилетку В итоге Оказалось Что украл Саша Шизофреник Один из первых Вокалистов Байщиков Группы Ой Один из первых Вокалистов Группы Коррозия металла Коррозия металла Да В одной из статей Написали что какой-то Старый дед Так он старый дед и есть Он кстати Когда Я с ним например Познакомилась Да В каком-то 85-й что ли Год Он уже был Старше нас всех Вот поэтому Он Сейчас он стал Ему сейчас 67 лет Я просто видел Интервью с ним Как будто 67-летний Александр Лазаревич Сооснователь Один из первых Экс-вокалистов Группы Коррозия металла Долго выбирал В чем пойти В поликлинику В руках Обложка От пластинки Его кумира Теда Ньюджента Внутри Вместо винила Направление на КТ Это мое душевное состояние Как бы Скрим-дрим Кричащая мечта Лазаревич утверждает Взял экспонат Чтобы сделать фото И просто Не успел вернуть Я глубоко Раскаиваюсь В содеянном И прошу меня простить Ну как Я слышала Он сказал Что он просто Хотел проверить Работу охраны Охранники Доблестные Конечно Вот И Очень жаль Что Такой случай Странный Он и тогда В общем Не отвечал Что у мамы Соборительность Был таким Немножко Странным Я думаю Что Не мудрено Быть первым Барабанщиком Корой из металла И не быть странным Локалистом Локалистом Да А чьи же песни Там он пел Слишком Поздно В красных розах Ночью Стынет кровь Он вообще Самым первым В составе Был Еще древний Древний состав Да Еще до Бесный паук Писал Ну скорее всего Кто-нибудь До Борова До Борова еще Потому что Там же Был Очень Как бы Так Состав Плавающий И еще До Борова Еще был Андрей Бородей Ну Киса Там Поработал Ну это Опять же Прикиды Князя Потому что Мне кажется Что все-таки Горшка Здесь Горшка Мало Прикидов Кроме Только плащ Его Плащ Это из магазина Да Кастел Рок Из Кастел Рок Потому что Видимо У него Очень много Рисунков Скопилось Он решил Все выставить Они же Изначально Художники Ну да Да А потом Они группу Создали Ну они Вообще Судя по интервью Они В архитектурном Институте Познакомились С князем Как бы Я-то думал Что Не такая Глубокая История Оказалось Как бы Ну сюда Мы зайдем Еще А мы Сейчас К плащу Идем Ну вот Как бы Есть этот Плащ Знаменитый Как бы Все пропьем Мы память не опозорим Написано На спине На На правой руке Анархия Самая Вот Ис Вот тут же А вот А вот здесь Кстати Манекен Про который я говорила Да Который Художник Нарисовал Лицо Как бы Горшка В таком Гротеском Стиле Ну в принципе Ну похож на него Да Похож Прикольно Получилось А вот здесь Сейчас Видела Ну какое-то Да Как бы Собранное Да Из кусочков А до этого Здесь Было другое Видео Где Горшок Как будто он Выбирается из могилы Выбирается из могилы И тут произошло На выставке Такое Скандал Небольшой Небольшой скандал Небольшая такая история Негативная Скажем так Что Девушка Которая пришла На выставку Фанатка Горшка Из Кугала Сказала Короля Что она Очень расстроилась И ее Испугало Вот это видео Где Он вылезает Вылезает Из могилы Да И они убрали Это видео Хотя Выглядело Это изначально Более аутентично Чем сейчас Вот так вот Ну может быть А в интернете Есть еще Где-то видео Где горшок Из могилы Да Ну нет В интернете Не знаю Но у меня есть Фотка Какая-то такая Да Где мы здесь Вот Да Мы сначала Пришли И увидели Это И я говорю Очень классно Сделали Потому что Здесь такой Типа Саркофаг Да Вот Очень было аутентично А сейчас Тут просто Такое веселье Из клипа Ну и какие-то Фотографии Жизненные Ну да Ну так Хотя кто Было более В тему А что-то я не помню Здесь я на шусть Она такая была Да Ладно Я не обращал Внимание Наверное Ну тут Какая Тут Кусочки От декораций Сериала Использованные Как бы Какие-то гробы Я конечно Не смотрел Полностью сериал Ну может быть И Тут чья-то гитара Ну Гитара Не знаю Чья-то читать Не хочу Чья-то гитара В общем Чья-то гитара Из Короля Ишута Наверное Ну вот Горшочная Ага Да Принадлежал горшку Ну вот Значит Вот его гитара Точно Врать не будут А мне кстати Понравились Вот такие Рисуночки С написанием Да Зарисовочки Ну это прям Прям Как Такие Вырванные Из тетрадки Ну это прям Да Прям вот Очень ценные Такие рукописные Да Рукописные С описаниями Снов С описаниями Там всяких Да С текстами Ну я Честно говоря Не вдавался Подробностей Так просто смотрел Многое даже И про это Пропускал Так вот Сколько я расходил Вот это интересное Оформление Кстати В виде карт Странно Что Ты видел Они выпустили Эти карты Нет Я не знаю Если бы они выпустили Они их продавали бы Здесь Я не знаю Книжка Бастера Здесь еще продается Нет 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 Продавалась Нет А вот карты Кстати Тоже не знаю Сделали они Такие Вряд ли они сделали Такие карты Если бы они их сделали Они бы их продавали бы уже Но я не видела Да Ну я тоже не видела Хотя Была бы Может быть Была бы Хорошая идея Сделать Именно Выпустить Карты И Продавать Ну мы кстати Можем сейчас Выйти Кстати Тут есть Где продают Мерч И Посмотреть Есть карты Вот как бы Короли Шута Сыграть Перекинуться Картишки Я думаю Такие карты Будут стоить Тысячи две Наверное Судя по Судя по всем Другим ценам Тут какая-то В общем История Клипы какие-то Ну в общем Все Все относится Королеву Шуту Поэтому Тут Какие-то Вехи Видимо Тут можно посмотреть Или что это Что-то такое Да Не знаю Непонятно Чего Может быть Клипы Может быть Какие-то Может Фанатские Рисунки Тут какие-то Даты Даты Группы Видимо Какие-то События Может Происходили У группы Тут мы уже Подходим К концу Выставки Тут зона Отдыха Есть Вот такая Желтенькая Можно отдохнуть О И тоже Интересные Там экспонаты Есть Кстати Можно отдохнуть Можно отдохнуть Прямо Здесь Поваляться Даже Отдохнуть От выставки Такие Ботинки Я даже не знаю Сейчас Можно ли Трогать Человека Посадили Чтобы Видимо Не ходили Туда Раньше Можно Туда Пройти Там Альбомы Ария Лежит Там Даже Винил Весь Соответствует Как бы Я даже Брал Раньше Все продается Все для панков Носки Все для панков Носки С надписью Панк Не Нету Какие У тебя Смотри Какие Красивые У меня Носки ЛДПР А А тут Панк Смотри Панк Панк Панки Хой Панки Хой Хотя Это Группа Которая Поразглашает Панки Хой На выставке Особо нету Кроме Только Одной Афиши Так Ну и Дальше Можно Посмотреть Клип В 3D Я бы не Пойду Хочу И 3D Смотреть Я Не хочу Смотреть Я Не хочу Этот клип Смотреть Я Не хочу Этот клип Смотреть Девчинок Позвать Мы Мы Не Выходим Сейчас Можно Пройтись И И И И Купили В каком-то Рохмагазине Я бы сказала Напечатали Купили Скорее всего Готовое По 350 рублей Это же обалдеть Печатали Они 100 рублей Стоят Не сделали Нашидки А Браслеты Появились Да Вы что Не сделали А шивы Вообще Целую кучу Сделали Закупили Наделали Каких Хочешь Но Не вышли Да Как мы просили Изначально Вышли бы по тысяче Стоили Наверное Тогда Да Законик Да Стоило Все Ну и Браслетик Если ночные волки Слухают Могут Купить Хочу обратить внимание Как хорошо Оформили Витрину Магазина Это в виде косух Мне это больше всего Понравилось Заклепками С ремнями Самое Весь Прилавок Косухами Задел Аля кожаными Да Ты наверное Обратил внимание Еще тоже Что Сейчас Если по улице Идешь Ну по какой-то Где люди ходят То минуты Не пройдет Чтобы не Увидеть Женщину В косухе Ну да Это Мода Конечно Это все От панка И пошло Да Можно Купить Кружечку И пить чай Из такой Кружечки Красивая Кружечка Мне такой Значок Подарили Единственное Что я выбрал Значок Такого В таком стиле А я не могу Сказать В кровавой мэре Мыло Черное мыло Черное мыло Для панков Панки грязи Не боятся Смотри Это написано Кружка Хамелеон Который Культурный Панк Да Наливаешь Что-нибудь Горячее И будет Культурный Панк Да Вот это Интересно Конечно О Стоит 1200 Не дешево Некоторые Надписи В общем Меня Со мной Вот Например У сумочек Типа Я панкую Или вот Панк Нот Дед Типа По-русски Правильно Надо по-русски Все Не Как бы Я панкую Это вообще Смешно Тут еще какие-то Гансы Сроуз Даже Куклы Продаются Еще Какие-то Групп А Вот еще Смотри Уйдение Правил Они Создают Новые Уйдение Трендов Они Создают Новые В общем Про новое Все Про новое Написано Ворвитесь В панк Вместе С Яндексом Тут Можно Купить Каталог Выставки Но Он Очень Дорог Вот Каталог Выставки Тоже Красиво Оформлен Тут Даже Порген Есть Да Вот Где И Да И Летов Есть Вот И Кет Есть Тоже Кет Кстати Тоже Есть Почему Лимонов Да С этим Виш Кстати А вы заметили Там был Как панк Такой Представитель Вот Сиби Джиби Тоже клуб Упоминается Русский Панк Есть Тут Кстати Есть Такая Такой Разворот С рок-лабораторией Да Вот Вот Пресловутое Нет А ну Очень Нем Нравится Да Нет Отрицание Им Нравится Отрицание Да А вот Московская Рок-лаборатория Это Прям Лучшая Картиночка Да Еще Пресеты То есть Это Лицо Московской Рок-лаборатории Да А кто там Была Женщина Какая-то Забыла Смит Патти Смит Нет А В Лаборатории Смит Нет Фамилия У нее Была Я Сейчас Не могу Вспомнить Опрятная Опрятная Ольга Ольга Опрятная Она вообще В теме была Или она Чистила Нет Она Прям Была Такая Тетенька 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 Ну молодая В общем Такой Скаталок Тут Ну дорогой Правда Толстый Если Атомной войны Не произойдет Может оно Еще и Подорожает Ну да Я то хочу Как бы у них Открытое А если Произойдет То скорее всего Подешевеет Ну вот в принципе На этом И как бы Вся выставка Закрывается Продажей Продажей Панк-рока Программа Из глубины